20 мая библиотечной столицы России 2024 года состоялось торжественное открытие Всероссийского библиотечного конгресса «Библиотека в многополярном мире». Конгресс организован при поддержке правительства Республики Татарстан. Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» – национального проекта «Культура». 21 мая в стенах Казанского федерального университета состоялось заседание круглого стола «Книжные памятники» в рамках 28-й ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. Эксперты выступили с докладами на темы, связанные с развитием технологий в вузовских библиотеках, работой с важнейшими книжными памятниками и сохранением культурного наследия. Продолжили беседу в зале заседаний Попечительского совета. Также в рамках этой секции обсудили предстоящие мероприятия, посвященные 220-летию вуза. В этом году Казань стала библиотечной столицей России. Мы проводим здесь Всероссийский библиотечный конгресс. Более полутора тысяч библиотекарей не только из нашей страны, но и из Китая, Индии, Ирана, Сербии, Кубы приехали к нам. Конечно же, это все библиотечное сообщество распределилось по многим нашим культурным площадкам. И, естественно, что как ведущий университет в Поволжье мы принимаем в первую очередь секцию вузовских библиотек. Республика Татарстан – самый читающий регион, а Казанский федеральный университет – самая читающая площадка по различным электронным библиотечным системам. Это одни из причин, по которым Казань сегодня библиотечная столица России, так как в КФУ большой и очень значимый фонд книжных раритетов вуз принимает две секции – круглый стол, книжные памятники и секцию по особо ценным рукописям и редким изданиям. Программа «Оцифровка книжных памятников для национальной программы культуры» вступила в силу в 2019 году. Ее целью является представление в электронном виде наиболее ценных изданий и рукописей, которые хранятся в библиотеках нашей страны. И на сегодняшний день оцифровано более 40 тысяч книжных памятников. Это не только оцифровка в высоком разрешении, это и комментарии к наиболее интересным документам, ну и, конечно же, доступ всем интересующимся в режиме 7.24 в любой стране мира. В 2024 году первый этап реализации стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации подходит к концу. На следующем этапе развитие библиотечной системы обещает пойти дальше. К 2030 году планируется увеличение посещаемости библиотек в три раза к показателю 2019 года, а также многократное расширение других показателей библиотечной деятельности. Элина Александрова, Резида Каримова, Николай Осуховский, Александр Антонов. Универ Новости.